МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прокурить свою жизнь мужчина в Лицком районе без шансов на жизнь. За последние дни в Гродненской области случится еще 4 пожара. Сгорят и два дома в одном из садовых товариществ Гродненского района и подвал многоэтажки в самом Гродно. К счастью, в этих историях без жертв. Отвоюют у огня и человека в Борисове. Спасателей вызовут жильцы многоэтажки, дымится соседняя квартира. Мужчина, бойцы МЧС, найдут на кухне. Пострадавшись за море. Ты один был? Да. Госпитализация спасенному не потребовалась. Больше никто не пострадал. К другим новостям. В столице задержан 26-летний педофил. Сколько лет жертве? Наша переписка начиналась с обычного привет. Заканчивалось, правда, фотографиями 18+. И требованиями прислать в ответ такие же. Кроме того, настойчиво своих жертв он приглашал в гости, где... Предлагал с ними вступить в половую связь. Девушкам, с которыми я знакомился, было по 14 и более лет. И все это до 15 лет тюрьмы. Таков срок для педофилов. Проверяется его причастность к иным сексуальным преступлениям в отношении детей. Сотрудники органов внутренних дел постоянно мониторят соцсети и мессенджеры с целью своевременного выявления и привлечения к ответственности лиц, причастных к развратным действиям в отношении несовершеннолетних. Развели на неделе и столичного школьника. Не на интим, на деньги. На чем хотел заработать подросток? На продаже в интернете своей электронки цена вопроса 35 рублей. Двое покупателей тут же откликнутся на объявление. Встречу парни назначат в переходе метро. Осмотрят товар, отдадут продавцу 100 рублей, тот в ответ сдачу. На этом и разойдутся. Позже потерпевший обнаружил, что с ним расплатились сувенирной купюрой и обратился в милицию. Фигуранты рассказали, что привели сувенирное столб белорусских рублей в интернете. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за мошенничество. Продолжают обманываться люди по всей стране. Что еще нужно онлайн-мошенникам? За один день сразу трое станут жертвами онлайн-аферистов. Все хотели купить новые телефоны. Выгодные предложения все трое нашли в Инстаграме. Там была скидка до 8 часов вечера. Он стоил 800 рублей. И все они перевели 50-процентную предоплату, тут же улетев в бан. Оказалось, что это мошенники. Общая сумма ущерба составила свыше 1000 рублей. После получения денег представитель онлайн-магазина перестал выходить на связь и удалил переписку. Возбуждено уголовное дело. Преступную схему лжетранзиты раскрыли и белорусские таможенники. Ущерб больше 30 миллионов рублей. Время тяжелого люкса. Группа белорусов «Россияны Кыргызов» везла на территорию ЕАЭС 250 тонн одежды люксовых брендов, парфюмерию, игрушки, бады и другие товары. Маршрут грузов через белорусско-литовскую и белорусско-польскую границы от румынских и литовских компаний. Адрес получателя – Кыргызстан. Но до конечной точки груз так и не доедет. Перегружали товар в Белоруссию и по левым документам вывозили в Россию на продажу. Доставки в Кыргызстане фиктивно закрывались. Большинство грузовиков так и не выезжали за пределы нашей страны. Возбуждено уголовное дело. Махинаторам грозит до шести лет тюрьмы. Белорусские и российские таможенники проводят проверку в отношении других поставок. Обнаглеет по-другому и не скажешь. Мужчина в Новополоцке оккупирует детскую горку, а потом и вовсе набросится с кулаками на отца одного из детей. Алкоголь уложит его отдыхать прямо под горку на детской площадке. Дети сначала обходили мужчину стороной, после пытались играть, спотыкаясь о вытянутые ноги, пока отец одного из ребят не выдержит и не попросит спящего красавца удалиться. Не слишком красивым будет финал этой истории. Пожелусь, успокойся! И неожиданным. Оба напишут заявление в милицию друг на друга. Разбирательство еще в процессе, но 30-летний возмутитель спокойствия уже получил протокол за пьяный вид в общественном месте. И это все на сегодня. Криминальную хронику рассказываем в телеграм-канале тревожной кнопки эфирной обзоры утром, повторником и четвергом. И итоги подведем уже завтра, в пятницу в 17.30 на ОНТ. Будьте бдительны и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин